всем привет ядов сегодня у меня моторова вот такая вот такая вот моделька motorola razer xt 910 не включается у нас вот скорее всего скорее всего нам нужно будет заменить гнездо зарядки потому что видите да в каком состоянии тут вообще половина нету три по моему три или четыре ножки всего целые давайте разберем данный телефончик посмотрим в чем проблема снимаем панельку она у нас она у нас на скотче слот sim-карты карты памяти необходимо вытащить если есть отклеили панель смотрим что здесь у нас т5 большая вот на т3 самый раз разбираем откручиваем болты и и и и и и и Сняли болты. Здесь, как видите, у нас были прикручены длинные, не перепутайте, и снизу короткие. Три чёрных нижних самореза снимаем. Далее соединяем батарею. Такой резиновый колпачок. Интересный разъём. Снимаем верхнюю пластиковую рамку такую декоративную. Здесь у нас ещё один молтик на Т3. Такой вот длинный. Итак, соединяем рамку. Довольно тонкая рамка. Снимаем рамку. Смотрим. Далее. Раскручиваем, разбираем дальше. Металлическая рамка. Откручиваем её. Время. Откручиваем. Котень. Время. Снимаем батарею с такой вот металлической рамкой. Так, что у нас здесь, верхний модуль. Освобождаем, отсоединяем. Давайте снимем термопластик. Обратно его не забудьте приклеить. Соединяем верхний модуль. Это у нас на пазах держится. Камера, верхний микрофон. Что-то там еще держит. Возможно, соединим датчик. Давайте посмотрим. Возможно, там еще один болтик есть. Нет, болтика нет. Так, сняли верхнюю рамку. Главная камера. Какая интересная конструкция. Первый раз я забираю этот телефон вместе с вами. Давайте отсоединим верхний динамик с датчиком. Так, вот оно, гнездо зарядки, которое нам нужно будет заменить. Такого гнезда, честно говоря, я не видел. Пятипиновое гнездо. Обычное, как я думаю, заменим это гнездо моделью BlackBerry 8520. Такое универсальное гнездо, которое я устанавливаю на многие сотовые телефоны. Гнезда которых мы не можем достать или которые сложно достать. Его можно согнуть под любое гнездо практически. Так, давайте снимем плату. Плата у нас с дисплейным модулем скреплены скотчем двусторонним. Давайте снимем вот этот вот защитный экран разъемов тачскрина дисплея. Интересная конструкция этого телефона. Будьте осторожны. Внизу у нас тоже составные, не повредите их. Аккуратно соединяем. Крепко приклеено однако. Аккуратно с дисплейным модулем. Соединили. Еле-еле. Вот видите по периметру плата скреплена двусторонним скотчем черным. И так, очень тонкий дисплейный модуль, посмотрите. И так, давайте посмотрим как мы будем снимать внизу гнездо зарядки. Задние ножки придется подрезать. Передние. Передние можно оставить. Они прямо войдут в свои отверстия. Такое вот гнездо зарядки BlackBerry 8520. Еще раз покажу вам. Очень часто я его использую на других моделях. То есть на данном телефоне, что мы с вами сделаем. Смотрим. Задние ножки у нас не входят, поэтому мы их подрежем. Подогнем сначала. А потом просто подрежем наполовину и припаяем внахлёст. А нижний, а передний соответственно посадим. Снимаем гнездо зарядки. В принципе можно и снизу. Думаю здесь ничего не повредим. Можно вставить держак. Кому как удобно. Ставлю держак плату. Угореть будем снизу. Как я уже сказал. Очень тонкая плата. Ставлю 300 градусов. Добавляем флюс. Работает просто подожду. Теперь energía cau для нас. 翔 сперта будет уважена. determination. 300 мне кажется слабовато поднимаем поднимем до 400 поставил 400 градусов продолжаем греть снимаем все село сейчас мы с вами посмотрим под микроскопом если необходимо подпаять ножки то подпаяем давайте посмотрим добавим флюс еще раз потому что после снятия гнезда флюс сгорает задние ножки так вот я припаял под микроскопом к сожалению не могу этого показать что не очень удобно снимать 5 ножек учитывая что между зарядками у нас другое они у меня немного скосились но ничего страшного все припойно под микроскопом все прекрасно видно поэтому если у вас есть то паять под микроскопом удаляем флюс который использовали при припой при пайке лучше удаляем техническим спиртом итак собираем телефон дисплейный модуль добавим вставляем плату пристегиваем защитный экран на своё место. Далее. Устанавливаем верхний модуль, камера, датчик, пристёгиваем датчик, приклеиваем на своё место верхний динамик, застегнули разъём, далее переднюю камеру. Застегнули. Основная камера. Гнездо зарядки. Здесь я, наверное, поспешил. По-моему, с передней камерой тоже. Так всегда, когда разбираешь первый раз телефон, быстро не получается. Да, с передней камеры я поспешил, она устанавливается после рамки верхнего модуля. То есть установили рамку, поставили камеру. То же самое с датчиком и верхним динамиком. Это резиновый пыльник микрофона. Ставим на место. Тут термопластик, который мы снимали, во избежание замыкания какого-нибудь элемента. Заклеиваем обратно. Далее батарея у нас идёт. Разъём батареи. Ставим батарею. Она у нас держалась вот на этих мелких болтиках. Когда отвертка теряет магнитные свойства, наконечник отвертки достаточно дотронуться наконечником до магнита. Вот и она снова магнитится. Так, для информации. Так, вот эти болты у нас были вот в батарее. Так, вот здесь у нас ещё один болт прикручен. Видите, вот этот болт мы прикрутили не туда, он прикручивается. Вот сюда, если забыли, можете посмотреть по рамке. Сюда вот, то есть с этой стороны у нас два болта, с этой стороны один вот здесь вот. Так, вот у нас выпала крышка. Поставим её обратно. Ставим, ставим рамку. Вроде ещё не забыли. Защёлкиваем по периметру. Давайте сразу проверим телефон. Всё ли мы правильно сделали. Логотип Моторола появился. Пока телефон загружается или заряжается, давайте докрутим то, что не докрутили. Два болта с шайбами у нас, которые крепили. Теперь разъём батареи ставим на место. Резиновый колпачок. Смотрите, чтоб не было вот здесь вот между дисплейным модулем и рамки зазоров, чтобы всё было ровно. Итак, закручиваем сначала длинные болты. Они у нас были наверху. Один здесь. Вот я его закрутил и ставлю обратно в верхнюю рамку. Если скотч нарушился, у кого-то, то можете заменить, посадить на двухсторонний скотч. Здесь у нас было ещё два болта длинных. Здесь у нас были четыре мелких по бокам. И здесь внизу у нас стояли три чёрных самореза. Подвёртку меняем на Т5. Пятилучевая. Закручиваем саморезы. И ещё один. Я извиняюсь, друзья, за столь долгое видео. 25 минут у нас получилось. Я сегодня разбирал телефон с вами первый раз. Конечно, я с ним встречался, но только в пользовании. ни разу не менял на нём ни дисплей, ни зарядки, ни ничего другое. Так уж получилось. Судя по всему, в Испании их было продано не так много. Всё нормально. Моторова продолжает гореть логотип. Я надеюсь, что он заряжается. старый разъём. Судя по всему, телефон был долгое время без зарядки. Будем надеяться, что мы сделали всё правильно. Я больше, чем уверен в этом. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами был ДОВ. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы. Это была Motorola RAZR XT910. Всем удачного дня. До свидания.